Тойоту разорвало в Южно-Сахалинске. Погиб человек. ДТП произошло в минувшее воскресенье 10 сентября в час 54. Неустановленный водитель за рулем Марк-2 двигался по улице Горького на юг. У дома номер 32 он не справился с управлением и допустил боковой занос. Иномарка наехала на бордюр, после чего врезалась в столб с дорожным знаком и опору ЛЭП. От удара кузов распался на две части. Три человека, находившиеся в автомобиле, вылетели из салона. Один из них скончался до приезда скорой помощи. На месте происшествия также работали спасатели. Они помогли медикам в транспортировке двоих пострадавших. По факту ДТП госавтоинспекторы проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося. ВИЦ и Лэнд Крузер не поделили перекресток в областном центре. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Южно-Сахалинска, авария произошла 10 сентября в 10.46. Женщина за рулем легкового автомобиля двигалась по проспекту Мира на север. При повороте налево на улицу Крайне она не уступила дорогу встречному внедорожнику, который ехал прямо. В результате ДТП обе иномарки получили механические повреждения. Телесные повреждения получила водитель Тойоты ВИЦ. С места происшествия ее увезли в городскую больницу. Сахалинец погиб на озере Верхнее в областном центре в минувшее воскресенье. Ночью 10 сентября 19-летний юноша нырял с лодки. После очередного прыжка он не выплыл на поверхность. Около 5.30 спасателей получили сигнал, что в городском парке тонет человек. Они незамедлительно прибыли к месту вызова и обследовали водоем. В 8.17 обнаружили тело сахалинца. Место происшествия осмотрели криминалисты Следственного комитета. Они не обнаружили признаков совершения преступления в отношении погибшего. Тело юноши направили на судебно-медицинское исследование. Проводится проверка. По ее результатам примут процессуальное решение. Спасатели пришли на помощь рыбаку в заливе Мордвинова. Вечером 8 сентября по системе 112 поступил сигнал о том, что мужчину на резиновой лодке уносят в открытое море. Незамедлительно на спасение выдвинули спасатели поисково-спасательного подразделения села Охотское и сотрудники ГИМС Корстаковского района. Также на спасение рыбака был привлечен вертолет Ми-8. В 19.30 местного времени сотрудниками ГИМС в 21 километре от берега был обнаружен рыбак. Сахалинца подняли на борт катера и доставили на берег. Медицинская помощь ему не понадобилась. За прошедшую неделю на территории Сахалинской области чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. Подразделения Главного управления МЧС России по Сахалинской области реагировали на 57 происшествий, в том числе. Выезжали на 47 пожаров, из которых 10 в жилом фонде и 37 в нежилом. На произошедших пожарах погибло 2 человека. За отчетный период на территории Сахалинской области зарегистрирован один природный пожар. В селе Даги, городской округ Ногликский. В водных объектах области произошло два происшествия. Спасен один человек, погиб один человек. Подразделения Главного управления МЧС России по Сахалинской области выезжали на ДТП три раза, на которых травмировано 5 человек. В отчетном периоде зарегистрировано три пепловых выброса на вулкане Ибека и одно ощущаемое землетрясение. В Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Сахалинской области зарегистрировано 14 туристических групп численностью 138 человек, в том числе один ребенок. Уважаемые жители и гости Сахалинской области, помните, ваша безопасность, ваша ответственность. Единый телефон вызова экстренных служб 112. 9 сентября житель Сокола устроил ночную пальбу. Эти кадры в 12-м часу ночи сняли жильцы дома номер 17 по улице Чкалова. Многочисленные свидетели ничуть не смутили стрелка. Видео распространили телеграм-каналы островного региона. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ОМВД области. Полицейские задержали стрелка в ту же ночь. Мужчина был пьян. Ружье, которым он владеет на законных основаниях, изъяли. Проводится проверка, по результатам которой примут решение о возбуждении уголовного или административного дела. Редактор субтитров А.Семкин